Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Ну что, ребята, биткоин у нас на часовом таймфрейме. Похоже, что удерживает уровень 61.8 по Fibonacci. И я отрисовал здесь что-то типа двойного дна с потенциальным отскоком, который сейчас мы наблюдаем. Но если мы отдаляемся хотя бы на 4-х часовой таймфрейм, то мы видим здесь, что мы так и не смогли пробить вот это вот сопротивление в районе 25 тысяч долларов, которое тянется у нас еще отсюда, посмотрите. И, соответственно, мы находимся в некой фигуре типа бычьего флага или чего-то такого с потенциальным, конечно же, пробитием и целями выше 30 тысяч. Но пока об этом говорить рановато. На дневном таймфрейме, что мы видим здесь, что мы тестируем сетку EMA Ribbon второй раз как поддержку потенциально сейчас. И если сможем отсюда начать расти, то это будет хороший знак. Но пока все это происходит и биткоин не торопится расти, у нас есть очень хорошие новости из США. Сенат штата Монтаны принял закон о защите криптомайнеров. То есть, грубо говоря, легализовали майнинг на государственном уровне. Давайте посмотрим короткий отрывок, потому что об этом еще никто не говорит. Эта новость вообще вот, она сейчас в переводе, а на самом деле она на английском. Поэтому давайте посмотрим короткий фрагмент, как это было. Спасибо, господин председатель и члены совета. Здесь сказано, что правительство города или поселения одного или более городов или поселений не может устанавливать регуляторные требования, которые включают требования к майнингу и которые при этом не являются требованием к дата-центрам в этой юрисдикции. То есть, нельзя относиться к этому отлично от дата-центра. Я не сказал, что нельзя сделать ничего, я просто сказал, что нельзя дискриминировать один бизнес и пропускать другой. Плюс дата-центры тоже используют много энергии. И второе, нельзя запрещать бизнес майнинга цифровых активов в индустриальных зонах или домашний майнинг, если только он не нарушает требования по уровню шума. То есть, это не дискриминационное. Здесь не сказано, что нельзя выгнать серверные фермы. Если вы хотите, вы можете, но нельзя относиться к ним нечестно. И просто, чтобы отметить, что произошло, это то, что в Миссуле у них есть законы о зонировании. И они установили регуляторные требования касательно климатического кризиса, согласно которым предприятия, занимающиеся майнингом, криптовалют должны либо приобрести, либо создать новые источники, возобновляемые энергии, равные 100% потребляемой ими энергии. Это абсолютная дискриминация. И в этом проблема. Вы можете все еще их выгнать, но нужно выгонять все в этой индустрии. Так что я думаю, что здесь просто сказано, приезжайте в Монтану. Это безопасное место для инвестиций. И это гарантирует, что мы можем получить новые технологии здесь. И я бы советовал пропустить этот билл. Голосование по биллу 178. Те, кто за, голосуют да. Те, кто против, нет. Если никто не хочет поменять решение, клерк запишет голоса. Господин председатель, 37 за, 13 против. 37 за, 13 против. Билл 178 проходит второе чтение. Ну и вот прикиньте, чуваки, вообще, что уже происходит на самом деле. То есть на официальном уровне сейчас майнинг легализован. И можно спокойно заниматься этой отраслью и платить налоги. Но смотрите, что мы видим по ончейн метрикам. В частности, доход майнеров. Сейчас мы видим по этому графику от Into the Cryptoverse, от Бенджамина Ковена, что все еще достаточно низкие доходы у майнеров. Посмотрите, и мы видим также здесь пики, которые совпадают с пиками бычьих рынков. Это пики доходности майнеров. И мы видим, что нам до них еще очень далеко, мягко говоря. И тренд у нас растущий по доходности. Поэтому, конечно же, сейчас умные майнеры и вкидываются в оборудование, и продолжают майнить на долгосрок. А слабые выходят, продают все в убыток и продают свое оборудование за бесценок. Так же, как и, в принципе, в инвестиции, в трейдинге тоже. Ходлеры побеждают, а слабые отдают им свои деньги. И что мы видим на графике, так это самую большую дивергенцию между хешрейтом сети Биткоина и ценой Биткоина. Посмотрите, у нас такого большого разрыва вообще не было еще никогда. То есть, да, иногда у нас хешрейт падал, цена тоже падала. Но потом хешрейт восстанавливался, и цена восстанавливалась. Но вот с этого самого момента, с ноября 2021 года у нас пошел жесткий дивер. Посмотрите, у нас цена только падала, а хешрейт только рос. И вот сейчас, кстати, идет обратная штука. У нас хешрейт немного просел, а цена идет наверх. Но в долгую, как вы можете понимать, цена всегда догоняет хешрейт. В долгую цена всегда идет за хешрейтом. Поэтому, ребята, это еще один очень-очень бычий знак, долгосрок. Также напоминаю, что у нас загорелся сигнал на покупку по хешриббонс. Ну и план B рассказывает тоже очень интересные штуки. Для тех, кто не знал, план B завел свой YouTube канал и рассказывает там очень интересные штуки. Вот послушайте. Первый график – биткоины в профите. На этом графике мы видим количество биткоинов, находящихся в прибыли. Процент количества биткоинов, находящихся в прибыли – ончейн. Он может быть 100% в бычьих рынках, на вершинах бычьих рынков особенно. И он может быть 60%, ну даже 50% по факту на дне медвежьего рынка. И мы здесь говорим только об ончейн биткоинах. Только 19 миллионов 300 тысяч монет, которые сейчас есть. Никаких деривативов, фьючерсов и так далее. Только ончейн реальной биткоины. И что мы видим, что очень важно, что когда процент биткоина в профите начинает разворачиваться с 60% на 70%, это уже произошло в январе, но февраль продолжает этот тренд, этот сигнал. И да, мы можем посмотреть в более ранних периодах, типа 2011, здесь было то же самое. Мы развернулись с синего в зеленый, типа с 50-60% на 70-80% профита. И то же самое было в 2015, 2019. Так что это очень важный сигнал. И что он в принципе означает, то что покупатели с 2021, которые покупали по 40-50-60 тысяч, они в принципе ушли, они продали покупателям ниже 20 тысяч. И это дофига биткоинов. Это на самом деле 5,5 миллионов биткоинов, которые поменяли руки с лузерских позиций к новым покупателям. И эти 5,5 миллионов биткоинов сейчас в профите. И я помню очень хорошо, когда я сделал первую свою биткоин-инвестицию и первый свой профит, даже когда он был всего 10 или 20%, что было легкие 10-20%, что не может быть сделано в других классе активов так быстро. Но когда я сделал эти профиты, я подумал, вау, это было круто. Я хочу сделать это еще, но чуть больше денег вложить. И это очень интересный феномен биткоина. И все, эти люди свалили. И вот они, новые люди, пришли. И чего мы здесь ждем, так это 85% желтого. Потому что это будет означать, что даже те, кто покупал по 50-60 тысяч, даже они ушли. Когда мы дойдем туда, увидим желтое, фома начнется, чуваки. Следующий график. Stock-to-flow модель. Очень интересный график. Вы знаете, эта модель основана на дефиците биткоина. И вы знаете, что дефицитные активы более ценные, чем те, которые подвержены инфляции. Например, дома больше ценны золота. Так что я думаю, что эта модель все еще имеет смысл, что она все еще активна. И если вы помните правильно, то в марте 2019 она правильно предсказала, что цена биткоина пойдет наверх после халвинга. И это произошло. Это произошло. Это может быть не дошло так хорошо выше среднего уровня 55 тысяч. Потому что, как это было в прошлый цикл, или выше 100 тысяч на годовой модели. Но это не то, чтобы ничего не произошло. Цена биткоина улетела с 3 тысяч на 69. Да, и многие говорили, что халвинг это плохо, что не будет, что это будет мертвая спираль биткоина, и цена биткоина будет гораздо ниже. Но в итоге эта модель отработала и помогла мне хотя бы понять, что халвинги и дефицитность биткоина, увеличение дефицитности, это хорошая вещь для увеличения цены. И я думаю, что это снова произойдет в следующем цикле. В 2024 году или после халвинга. Но это очень интересно. Но на самом деле еще более интересная вещь я вам хочу сказать. У нас все еще есть год в этом цикле, в четырехлетнем цикле. И на мой взгляд, очень возможно, или как минимум невозможно, что мы увидим еще одну вершину в этом цикле. Посмотрите, у нас во всех предыдущих циклах было вот одна, две вершины, одна вершина. А тут у нас было две вершины all-time high. И почему бы мы же можем теоретически в этом цикле все еще пойти выше сток-то-флоу модели и выше уровня 69 тысяч all-time high. И это будет цикл с тройной вершиной. Так что я ничего не утверждаю. Время покажет. Посмотрим. Очень интересные времена. Так что вот, друзья мои, поделился с вами мыслями не только своими, но и неглупого человека. Если вы это заценили, обязательно ставьте лайк и проверьте подписку на наш канал. И колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. А так что, еще раз говорю, я все-таки думаю, что мы сейчас идем наверх в зону вот этих предыдущих значений. Эфир, опять же, тоже. Вообще по локальным хаям встал в лонг на фемиксе. Вижу, что этот уровень сопротивления потенциально может отработать как поддержка. Но буду действовать руками, если будет отвержение, буду выходить, перезаходить. На фемиксе очень много новых фишек, кстати, интересных, таких как марджин трейдинг, друзья, на споте. Вот, я пока ничего в нем не набрал, но можно как на бинансе, если вы знаете, вот с таким же удобным спидометром, набирать с пятым плечом, короче, спот-портфель. Но дисклеймер, аккуратно, не финансовый совет. Что еще на битгете? Держу остатки лонга по битку. Возможно, потенциально это трендово, еще раз говорю, возможно, что 61.8 по фиба отработает сейчас. Но это все локальная история, друзья. На байбите тоже потихоньку, доразгружая остатки лонгов, очень хорошую прибыль забрали. Ребят, обязательно проверьте подписку к нам в телеграм, чтобы не пропускать все важные алерты. Не ведитесь на скамеров, мы никогда не просим деньги, доверительное управление, какие щитки не впариваем. Так что держим связь, ребят, всем профитролей. Спасибо, что посмотрели этот выпуск, надеюсь, он вас подбодрил. Ставьте лайки, стопы, тейки и увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok